Закон о тишине для Саратовской области 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 Он всегда был сосредоточением и звуков, и много чего еще. Поэтому, стоя на этом перекрестке, очевидно, можно понять, что пока мы совершенно не готовы к применению таких норм. Что многие еще вещи нужно сделать, начиная с приборов, заканчивая просто банальной сознательностью людей, когда у соседа, ты знаешь, спит ребенок, ну не надо долбить перфоратором, ну мы же это понимаем. Подождите, у меня вопрос, Николай Александрович, вот мой уровень шума, он повышенный сейчас или нет? Как вы это определили, все критерии? Осторожно, по бутылке уровень шума повышенный у меня. Или не повышенный? Что против? Вот так закон о тишине обсуждали в стенах регионального парламента. Шумели, правда, в разрешенное время. Не всегда по делу, но громко. Авторы инициативы депутаты Юлия Литневская, Евгений Ковалев и Алексей Наумов. В поисках консенсуса из первоначальной версии исчезла самая спорная норма – тихий час с 13 до 15 часов. Также удалось договориться об ответственности за нарушения. В целом документ стал более либеральным, что немаловажно для бизнеса, особенно в эпоху коронакризиса. Вопрос, связанный с санкциями, штрафами, там были установлены достаточно существенные уровни, был понизен и понижен. И введено такое право делать предупреждение. Самые существенные предложения, которые звучали, они были учтены. Были две категории, два субъекта заинтересованных сторон. Первый – это наши граждане. С другой стороны – предприниматели, которые тоже реализуют свои законные права. Мы хотели бы в полном объеме воспользоваться всем тем временем, которым объем отведено для ведения своей предпринимательской деятельности. Если вкратце, то в пятницу, а также в праздничные дни нам разрешат на пару часов дольше пошуметь, а в субботу на час дольше спокойно поспать. Также депутаты предлагают разграничить зоны жилой и общественно-деловой застройки. Все эти послабления пришлись бы в пору летнем кафе, которым наконец-то разрешили работу. Но не судьба. Я предлагаю прекратить премию. Отправить его на оценку регулирующего власти. У нас есть стадия выступления. Нет, пожалуйста, на оценку регулирующего власти. Нет, мы вам не поспорим. У нас есть стадия, задавали вопрос, есть стадия выступления. Результат этого странного решения главы комитета Николая Бушуева – от срочка с принятием закона, как минимум до осени, когда для тех же уличных заведений общепита послабления потеряют актуальность. Еще один запрет предложил губернатор Валерий Радаев. Но он касается продажи разливного пива в многоквартирных домах и пристройках к ним. Инициативу объясняют тем, что открытие таких точек в многоэтажках создают «нарушение покоя, тишины, санитарного состояния подъездов многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, возникновение конфликтных ситуаций с участием лиц, приобретающих и потребляющих алкогольную продукцию в таких заведениях». Но, по сути, принятие закона проекта этих проблем не решает, а для бизнеса создаст лишние трудности. Так считают в торгово-промышленной палате. Говорить, что нужно осуществлять борьбу с алкоголем, ну, давайте так, история показывает, что ни к чему хорошему это не приводит. Та же самая Тульская область запретила продажу разливного пива, увеличилось количество потребления скрипки спиртных напитков. Вопрос к фасу в этой ситуации. Что это значит запретить только один вид деятельности? Это не является ли препятствием предпринимательской деятельности? Мы прерываем таким образом цепочку производственную. То есть, производитель производит пиво, алкоголь, да, ему нужно его реализовать, он его реализовывать должен. У него должны быть точки, куда это можно все реализовать. Этого не получается. Мы прерываем. Есть побочные или как бы второстепенные виды товара, которые продаются в этих точках. Это снеки, это сыры, это дополнительная какая-то продукция, которая по большому счету, процентов 90 производится в малом и среднем предпринимательстве Саратовской области. То есть, здесь, после принятия этого закона, надо еще думать о последствиях. Как социальных, так и экономических, и юридических. Неоднозначные отклики вызвал еще один законопроект, который недавно был внесен в региональный парламент. Он предполагает введение запрета на продажу подросткам зажигалок и газовых баллонов для заправки. Авторы инициативы уже знакомой нам депутаты Юлия Литневская и Алексей Наумов. Парламентарии считают, что таким образом ограничат возможность подростковой токсикомании под названием снифинг. Такая запретительная активность настораживает. Не делается ли это все для галочки? Показать свою законотворческую плодовитость в региональном парламенте успокаивают. Популизм в Думе не пройдет. Для галочки здесь законопроекты не принимаются. А если инициатива такая есть, то мы не пропускаем эти законопроекты. Я принципиальный противник вносить законопроекты с корректировкой законопроекта на одно или два слова. Фильтры, которые есть в Саратовской областной думе в виде экспертных советов, экспертных заключений, рабочих групп и площадок, не допустят принимать закон, который пойдет не во благо жителям Саратовской области. Продолжение следует...